В новом сборнике Валентина Садовникова и Эдельвейс особое место занимают стихи, как описание картин известных российских художников. Живые картины. Земляк Федот Васильевич Сычков прославил своим талантом ярким. Его картины, верю, вдаль веков дойдут к потомкам праздничным подаркам. Увидим мы в картинах и портретах, насколько жизнь насыщенной была. Катание с гор, вот ярмарка, а эта мордовочка отличница и слыла. Вот они, друзья-приятели, смотрят взглядом плотовским. У природы, как в объятии, все цветы в подарок им. Это портрет жены художника. Какая красота в лесу зеленом проникла солнце сквозь листву сюда. Прислушайся, услышишь птичий гомон, услышишь, как журчит в ручье вода. И вот мы чувствуем осенний аромат от этих яблок, спелых и румянах. Кто вырастил тот благодатный сад, где аппетитны запахи и пряны. Парк в Саранске. Особый почерк у художника Козлова. Открыл нам мир необычайный новый. Его неброские и скромные пейзажи волнуют души, сознание даже. Ваза. Цветы благоухают разноцветные. Но вот один головку уж склонил. Они нас радуют, красивые, приветные. Но скоро будет этот мир для них немил. Бригадир. Задумчивый и очень строгий взгляд. Ответственность на ней за всю бригаду. Прошла селом, дала для всех наряд. Теперь следить за всей работой надо. Пейзаж Александра Мухина. Вот деревца зазеленели, листочки машут всем. Привет! Как хорошо в конце апреля. Весна. Вот в этом весь секрет. Стихи к картинам Айвазовского в его душе поет морской прибой. Венеция. Венец морской красы. Купаюсь в солнечном тумане. Загадочно, прекрасно ты в закате или утром раннем. Неаполитанский залив. Лучами солнце напоило утро. Бежит дорожка света по волнам. И вьются облака, как из полина кудырь. И шлет привет загадочно всем нам. Океан. Влечет к себе пучина океана. Все поглощает беспощадный шторм. Бушует он безудержно и рьяно. Но люди вновь плывут наперекор. Морской пролив с маяком. Наполнена картина ярким светом. Воздушностью и свежестью морской. А парусники радостным приветом друг другу машут флагом или рукой. Наполеон на острове Святой Елены. Вся жизнь его была крутой, как буря. Так океан волнуется вокруг. Стоит Наполеон. И взор свой хмуря он в битвах вспомнил. Есть на то досуг. Возвращение. И вот он призрачный корабль в тумане солнечного света. Прибиться к берегу пора. Послать любви своей приветы. Левитан. Большая вода. Дубы, осинки и березки. Как будто вброд идут куда-то. Боятся, что промочат ножки. Да и холодная вода-то. Солнечный день весна. Вот мы и дождались обновления ласкового солнца и тепла. Вновь пробилась молодая зелень и береза коса расплела. Васильев. Мокрый лук. После дождя свежо и влажно. А речка стала пополней. И облака плывут отважно. Туда, где ждут еще дождей. Аркадий Пластов. Летом. Шуршат у березки листочки сердечки. А сзади полянка под солнцем лежит. За ней темный лес. Стайный, мудрый и вечный. И шмель над цветами. Так нудно ружит. Герасимов. После дождя мокрой террасы. Помытый стол, перила, половицы. А небо прояснилось далеке. Мы красоте лишь можем подивиться. И угадать судьбу свою в цветке. Жуковский осень веранда. Вот клёны нам ладошками взмахнули. А ёлка покачала рукавом. Березки позолотую блеснули. На фоне неба ярко-голубом. Стихи к картинам Валентина Серова. Морозов, ценитель искусству. Взгляд очень умный и прозорливый. Сел, опираясь на стол руками. Да, человек он трудолюбивый. Как будто хочет общаться с нами. Меценат Мамонтов. Перед нами сидит деловой человек. Умом и трудом добивался он цели. Искусство ценил. Это дольше, чем век. Шедевры теперь и до нас уцелели. Царь Николай II пред нами. Взгляд проницателен, умён. Бородка крупными волнами. Мундир с военных тех времён. Максим Горький. Писатель много пережил. И даже по лицу заметна. Вся напряжённость мышц. И жил. Портрет не очень многоцветный. Стихи к картинам Александра Дейнеки. Мирные стройки. Молодёжь страны советов. Гордо строит города. Примем мы, как эстафету, праздник мирного труда. Раздолье. Речка, волны катят. Речка, волны катят.